Второй раз доверили Щёлкову провести Сабантуй на всю Московскую область. Первый состоялся в 2004-м и запомнился широким размахом и неповторимым колоритом, которым славится древний татарский праздник. Каким он будет на этот раз, рассказали его организаторы, руководство Татарской национально-культурной автономии Московской области, руководство городского округа Щёлкова, представители полпреда Республики Татарстан в Российской Федерации. Праздник Сабантуй мы проводим как просветительская программа, и просто как праздник, а просвещение, которое охватывает и детей, и молодёжь, и взрослых. Разговоры о детях – не пустые слова. В Щёлковских школах преподают духовное кроведение Подмосковья. В учебном году школьники рисовали и писали сочинения на тему единства и разнообразия наций. Лучшие работы отметили на недавнем празднике детства. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержкой и развитием языков и культуры народов России занимается администрация городского округа Щёлкова. В нашем городе одной из первых в Подмосковье действует мечеть, названная в честь Мамы Равиля. Округ – один из немногих, развивает побратимские отношения. У городского округа Щёлкова немногие мунициплины могут этим похвастаться. 19 городов-побратимов, которые имеют различные национальные корни, мы этим гордимся, мы выстраиваем эту работу уже на протяжении многих-многих лет. В том числе в ближайшее время будет подписан договор о побратимских отношениях с одним из муниципальных районов Татарстана. И в преддверии областного праздника Сабантуй на территории городского округа Щёлкова это, безусловно, имеет символическое значение. Речь идёт о промышленном городе Нижнекамске, с которым пока подписан договор о намерениях. В области культурно-просветительских программ гостей из Нижнекамска ждут в Щёлкове на Сабантуй. Последний вышел за рамки сельского праздника. Сабантуй уже давно перестал быть просто сельским праздником. Сабантуй шагает по планете, он проводится в Австралии, в Америке, в странах Европы. Самые красочные, яркие, конечно же, проходят в Москве и Московской области. И это уже стал таким брендом татарского народа. Щёлкова – земля добрая, хорошая. Мы здесь уже проводили Сабантуй. И очень рада, что Сабантуй возвращается на землю щёлковскую. Через год Татарстан отметит столетие Татарской автономной республики. К этой дате намеченное мероприятие по линии полпреда Татарстана с общественными организациями и молодёжными объединениями. У нас огромное количество национальностей проживает на территории нашей области. Если сказать о том, что только более 120 национально-культурных автономий зарегистрировано в регионе, областной праздник Сабантуй – не исключение. Это достаточно интересная, достаточно, ну там, более тысячи лет уже корнями уходящая традиция. И поэтому, естественно, невозможно оставить его без внимания. Нынешний Сабантуй проходит в честь 90-летия Московской области, городского округа Щёлково и 20-летия национальной культурной автономии Татар Московской области. К организации праздника подключился Совет Ассамблеи народов России. Национальные праздники способствуют взаимному обогащению разных культур. Такие большие площадки, как Сабантуй, показывают истинную народную традицию, народную культуру. Это даёт возможность взаимопранированию разных культур. У татарского народа свои традиции. Одна из них посвящена Сабантую – празднику будущего урожая. Здесь, как у русских, как встретишь Сабантуй, так и зиму проведёшь. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щёлково.